Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Протерий Кирилл Иванов и канал С Попом обо всем. Мы продолжаем сегодня наши с вами евангельские беседы. Сегодня разбираем 19 главу из Евангелия от Иоанна. Не знаю, получится целиком или нет, но глава эта очень важная. В ней рассказывается о том деле спасения, нашего спасения, которое совершил Господь наш Иисус Христос на кресте. Собственно, на жертвеннике крест явился жертвенником. И на этом жертвеннике была принесена великая жертва. Пасхальный Агнец, Господь наш Иисус Христос. Вот об этом мы с вами сегодня будем говорить. Я думаю, что, наверное, я не буду целиком сегодня читать. Глава большая, поэтому на каких-то основных моментах мы остановимся. Итак, 18 глава заканчивается тем, что иудеи просят вместо Христа отдать им вараву, как вы помните. Варава же был разбойник. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. Ну, вроде ты же признал, что он невиновен. Зачем же бить? Вот Иоанн Златоуст считает, что Пилат делает это для того, чтобы смягчить гнев иудеев. Как-то их умягчить немножко. И чтобы потом они все-таки согласились на то, чтобы отпустить Христа. Но этого не происходит. Не знаю, с одной стороны хочется сказать, к сожалению. Но с другой стороны это должно было произойти. Потому что Христос должен был принять вот эту смерть для нас. К сожалению, иудеи были злобны, так скажем. Да, Христос бы, Сын Божий нашел бы способ нас спасти или каким-то образом пострадать за нас. Но вот иудеи, к сожалению, оказались злобными. А Пилат оказался трусливым. Вот можно сказать, что это было к сожалению. Ну, это они делали, очевидно, чтобы угодить иудеям, как они в Гефсиманский сад пришли. Пилат опять вышел и сказал им. Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. То есть он, как мы из прошлой главы уже знаем, он хотел его отпустить. Он убоялся этих слов сейчас, которые он о нем услышал. И в этой главе тоже об этом говорится. И мы знаем, что и жена приходила к нему и говорила. Ничто не делай этому праведнику, потому что я сегодня во сне много из-за него пострадала. Поэтому Пилат, как говорится, искал отпустить Христа, но у него не получалось. И в конце концов, вместо того, чтобы довести дело до конца, мы сейчас это увидим, и оправдать его. Он испугался и предает им на распятие, показывая, что он как будто бы невиновен, умывая руки. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багренице. И сказал им Пилат. Се человек. Когда же увидели его предотвещенники и служители, то закричали. Распни, распни его. Пилат говорит им, возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть. То есть, смотрите, здесь они ссылаются на закон, по которому он должен умереть. Но по закону они, если уж это называть законом, то, что они хотят сделать, да, они бы его должны были побить камнями. Но они хотят предать его на позорнейшую смерть. Поэтому требуют от Пилата, чтобы он его осудил. И вот сейчас они ссылаются на закон и говорят как бы так, что по нашему закону он как богохульник, они имеют в виду, должен умереть. Но Пилату они, вот чуть позже, но давайте забежим вперед. А Пилату они другое говорят. Иудеи же закричали, это 12 стих. Если отпустишь его, ты не друг Кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник Кесарю. То есть, по закону они его обвиняют в богохульстве. Но Пилату они об этом не говорят. Пилат говорит, что по закону нашему должен быть убит, да, казнен. Вот, но ты его казни, потому что он преступник, он сделал себя царем. А кто делает себя царем, тот не друг Кесарю. Если ты его не распнешь, не предашь казни, то и ты не будешь другом. И Пилат, вроде бы уже беседа-то уже была у Пилата со Христом, да. Он уже выяснил, что за царство у Христа. И он хочет с ним об этом поговорить, узнать, что есть истина, как считает Иоанн Златоуст. Пилат задает ему вопрос, что есть истина, и уходит, не как, знаете, некоторые философы говорят, уходит от Христа к иудеям, чтобы сказать, что он не нашел вины. Не потому, что это вопрос без ответа, что есть истина. А потому, что он хотел со Христом дальше это обсудить, но сейчас было не время. Нужно было Христа освободить, избавить его от этой злобы, зависти иудейской. Поэтому он задал этот вопрос, показав, что ему это интересно, задает вопрос и идет дальше сказать иудеям, что в нем нет никакой вины. Он хочет со Христом говорить. Это мысль Иоанна Златоуста. Христос буквально несколькими часами раньше ответил на этот вопрос своим ученикам. Он сказал, я есть, аз есть, я есть путь и истина и жизнь. Так вот, он должен умереть, говорят иудеи, потому что он сделал себя сыном Божиим. И вот смотрите, Пилат. Пилат, услышав этого слова, больше убоялся. Он услышал только от иудеев, что, ну, немножечко поговорив перед этим с Иисусом, да, он почувствовал что-то, видимо, очевидно. И вот не в той степени, конечно, как разбойник, который на кресте висел, увидел и почувствовал. Потому что если бы это было как у разбойника, то он бы сразу жизнь свою был готов отдать за него. Но что-то вот его сердце коснулось. И одни только слова иудеев на него произвели такое действие, что он убоялся и ищет его отпустить. А иудеи, смотрите, они и чудеса видели, и учения Христа слышали, и мнения о нем других, и учеников его слышали. И слуг, когда первосвященники посылали к нему слуг, говорили, приведите его, арестуйте его. А слуги приходят, говорят, никогда так человек не говорил, как этот человек. А они что им отвечают? Говорят, что неужели и вы соблазнились? Это, говорит, вот народ в него верит. Проклят он, народ проклят. Видите, какое отношение у первосвященников к народу. Проклятый этот народ, они ничего не понимают. Вот мы-то вот знаем. Разве кто-то из князей и учителей иудейских веровал в него? Да, в него веровали Никодим, Иосиф Аримопейский, Никодим, член Синедриона, веровали. Но тайна страха ради иудейского. Поэтому Пилат убоялся, услышав только от иудеев, что он Сын Божий, возможно, как он думал. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа, потому что он ему уже ответил. Он только что ему ответил, да? Царство мое не от мира сего. Он ему ответ уже дал, чего еще отвечать-то? Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Вот Иоанн Златоуст говорит, что Пилат здесь сам признает свою вину. Раз ты имеешь власть отпустить его, то что же ты его не отпустил? То есть ты вот этими словами себе приговор, ну или обвинение, лучше сказать, обвинение подписываешь. У тебя же была власть отпустить его, что же ты не отпустил? Иисус отвечал. Иисус, с одной стороны, смягчает его вину, которую, собственно, Пилат сейчас признал, но, с другой стороны, показывает, что это его не освобождает. Что Иисус говорит? Ты не имел бы надо Мною власти никакой, никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. То есть Он показывает, что власть тебе дана, но ты ей должен был бы правильно воспользоваться. Посему более греха на том, кто предал Меня тебе. То есть Иуда, больший грех, чем ты несет, но больший, на тебе меньший, но все же тоже грех. То есть ты тоже отвечаешь, если ты Меня не отпустишь. С этого времени Пилат искал отпустить его. Вот видите. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг Кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник Кесарю. То есть только что на закон, как мы говорили, ссылались на свой, что по закону он должен был быть побит камнями. А теперь ссылаются на римское право, на то, что согласно этому римскому праву, законодательству он должен быть распят. То есть они хотят позорной смерти и хотят, чтобы он именно как государственный преступник пострадал. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхой. И час шестый. И сказал Пилат Иудеям, все, царь ваш. Но они закричали, возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им, царя ли вашего распну? Он опять пытается бороться за него, чтобы его отпустить, чтобы его оправдать. Первосвященники отвечали, нет у нас царя, кроме Кесаря. Вот. С этого момента иудеи отрекаются полностью от Бога. От того Бога, законом которого они кичились. Они говорят, вот у нас закон, мы знаем истинного Бога. Сам Бог с нами, с нашими отцами, с Моисеем беседовал. Он дал нам заповеди. И вот можно ли говорить после этого, что мы верим с иудеями? Ну, есть такие личности, которые говорят, что мы верим в одного Бога с мусульманами. Или там с иудеями. В какого мы Бога верим вместе? Ну, сейчас про мусульман не будем. Про иудеев. Мы в одного Бога верим с иудеями или нет? Говорят, ну как же, Бог-Отец один у иудеев и у нас. Но вопрос в следующем. Законодавцем закон дал и являлся Моисею в Купине и на горе Синайской. Являлся Сын Божий, как и всем другим пророкам. И видение Исаии, когда он увидел Господа Бога Саваофа, Яхве Саваофа, в еврейском. Да, вот то, что свидетель Моегову очень нравится. Это и краткий ответ свидетеля Моеговы. Исаия увидел Яхве Саваофа, Господа Бога Саваофа, сидящий в храме на престоле высоком и превознесенном. Ириза его наполняли весь храм, и серафимы вокруг него летали. И восклицали, свят, свят, свят Господь Бог Саваоф. Иоанн Богослов, в 12 главе, 41 стих, говорит, что это Исаия сказал, когда видел славу Его. То есть Христа, он на Христе говорит. Вот 12 главу откройте, от Иоанна перечитайте. Вот он про Христа говорит. И говорит, это Исаия сказал, когда видел славу Его, Христа. Не Бога Отца, а Христа, Сына Божия. Следовательно, тот, кто заботился о евреях, тот, кто является, так сказать, стержнем всей ветхозаветной истории, и в частности ветхозаветной истории еврейской, это был никто иной, как Сын Божий. Тот, кто дал закон евреям, тот, кто являлся их пророком, тот, кто избавлял их от врагов, или наоборот, наказывал их, вразумлял их, когда они от него отворачивались. Тот, кто провел их через красное очермное море, и был для них облаком и светом, а для египтен был тьмою непроглядной. Это все был Сын Божий, которого они теперь распяли, и в которого они не верят. Поэтому мы верим в того Бога, в которого не верят иудеи. Следовательно, мы с ними верим в разных Богов. Бог один, но не все в него верят. Кто-то верит в Бога, а кто-то верит не в Бога. Но называют это просто тем же словом. Как знаете, если выйти на улицу и начать спрашивать у людей, что они под любовью подразумевают, одни будут говорить, что любовь это жертва и готовность отдать жизнь за другого. Другие будут говорить, что любовь это интеллектуальная какая-то общность между людьми. Третьи будут говорить, что любовь это какие-то приятные ощущения в сердце по отношению к другому человеку. А следующие будут говорить, что любовь это то, чем занимаются в постели. Простите за откровенность. То есть совершенно разные могут быть определения одного и того же слова. Любовь. Бог един в том смысле, что он единый Бог, который сотворил небо и землю, видимый и невидимый мир. Но это не значит, что все ему, этому Богу поклоняются. Некоторые выдумали каких-то других богов, от него отошли, его забыли и его заменили кем-то другим, выдуманным. Но это мы отошли от евангельского текста. Давайте продолжаем. И так евреи отрекаются от своего Бога, от своего царя. Говорят, нет у нас царя, кроме кесаря. То есть они не только от Христа отреклись, они вообще от Бога отреклись. От Бога Сына, от Бога Отца, от Духа Святого. Для нас Бог же царь, да, царь царей. Они говорят, у нас нет царя, кроме кесаря. Кроме земного царя у нас нет царя. Тогда, наконец, Он предал Его им на распятие. Почему? Ты же сам сказал, что Он невиновен, что ты не находишь в Нем вины. Зачем ты предал на распятие? Зачем ты бил Его? Зачем ты предал на распятие? И взяли Иисуса и повели. И неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Голгофа в переводе значит череп. На гречески, это сарамейского, это означает череп. В греческом языке краниу топос. Место черепа. Черепное место. Считается, что в этом месте похоронен, находится сам Адам. И вот голова его там под крестом была как раз. И кровь, ну почти буквально, капая с креста, омыла главу Адама. Ну, до главы, наверное, она там не попала. Голова там где-то глубоко находится. Но вот вы видите и на нательном кресте иногда, и на большом кресте, который так и называется, Голгофа, которые в храмах стоят, да, большие кресты. Вот, там обычно изображается череп такой с костями. Что это такое? Вот, это как раз изображается символически глава Адама. По преданию, капелька крови брызнула в глаз сотнику Лонгену, который страдал там какими-то глазными болезнями. И глаза его тотчас же исцелились. Вот, так же произошло и вообще со всем человечеством. Ну и надо сказать, что вот он нес крест. В Ветхом Завете есть яркое пророчество. Кстати, на канале, на канале, по поводу во всем есть ролик, в котором рассказывается про образы креста и про веру Авраама. Два ролика, в которых я говорю про образование, про образ ветхозаветный, вот этого события. Когда Авраам приносит в жертву сына своего Исаака, и они идут на гору, и Исаак несет дрова для жертвенника на своей спине. Но там жертва совершилась только в мыслях, что ли, да? В мыслях, в воле Авраама. Потому что это был про образ. А здесь действительным образом жертва совершил. Действительно, Христос нес вот эти дрова, этот жертвенник, этот крест на гору, на котором его распяли, на котором он себя принес в жертву за все человечество. Исаак, таким образом, единородный сын от Сары Авраама, был про образом единородного сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. А дрова, которые нес Исаак, были про образом креста. А гора, на которую они восходили, была про образом Голгофы. Прилат же написал и надписи, поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». То есть, фактически, это был приговор. Приговор какой? Оправдательный. Он оправдал Христа и написал, что в нем нет вины. Вот он, царь иудейский. И на всех языках написал, потому что был праздник. Ну, на всех языках таких вот, ну, мировых что ли, да? Еврейский, греческий, римский. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распятый Иисус, было недалеко от города и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский». То есть, не пиши твой приговор, что ты так считаешь, а напиши, что он это говорил, и это будет звучать, это будет читаться, как будто бы это его бахвальство. А Пилат сказал, что я написал, то написал. И вот дальше идет описание тех событий, которые происходили. Эти события очень ярко изложены и у пророков, и вот в частности в Псалтире. Псалтирь царя и пророка Давида очень ярко такими вот мазками, жирными, как обычно я называю, я так говорю. Жирными мазками таким. Вот читаешь Псалтирь, прямо удивляешься, как Давид за тысячу лет, почти ровно тысячу лет до распятия Христа, вот за тысячу лет до распятия Христа, он прямо вот как будто бы стоял у креста и описывал все. При кресте Иисуса стояли матери его и сестра, Мария Клепова и Мария Магдалина. Иисус увидел матери и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, жену, се, сын твой. Потом говорит ученику, се, матерь твоя. Он как бы усыновляет, усыновляет ученика своей матери. И, как говорят толковники, экзегеты в лице Иоанна Богослова, мы все усыновлены Божьей Матери. Мы все теперь ее имеем как мать нашу. Ну и вот это место, оно, кстати, тоже одно из мест, которое опровергает, что Христос как бы отрекся от матери. Помните, вот этот эпизод, который многие почему-то, у всех такая мысль, что он отрекся. Никакого там отречения нету. Просто мать с братьями пришли, когда он проповедовал, помните. И стали требовать, чтобы он к ним вот вышел сейчас из дома. А он в это время проповедовал, был окружен большим количеством народа. И говорят ему, мать твоя и братья твои пришли, хотят тебя видеть. А он говорит, кто? Мать и братья мои, те, кто слушает и творит волю Слова Божия. Вот, говорят, вот он отрекся от матери. Да нет, не отрекся. Как же он отрекся, когда он на кресте о ней думает? И одно из семи слов, сказанных Господом нашим Иисусом Христом на кресте, как раз о матери. Это вы представьте, как на кресте висеть. Говорит, это очень мучительная смерть, человек задыхается, а тут души умирает. И вот он вместо того, чтобы стянать там и задыхаться и ловить воздух, он разговаривает с матерью и с учеником своим. Говорит, все матери твоя, все сын твой. О матери на кресте думает. Подает нам пример, как мы тоже о матери, о родителях должны думать. Вот, ну и еще это место, еще об одном важном моменте свидетельствует о том, что он был единственный ее сын. Еще раз подтверждает это место, что те сыновья, о которых говорит Евангелие, были не сыновьями матери. Те братья и сестры Иисуса были не сыновьями Божьей Матери, а они были сыновьями Якова. С сыновьями Иосифа от первого брака. И вот поэтому это был ее единородный сын. И поэтому он о ней и думает на кресте. И ее усыновляет, вернее, ей усыновляет ученика. И ученик этот взял ее себе. Кости его да не сокрушится. Да, вот, кстати, на этом тоже нужно. Истекла кровь и вода. Когда один из воинов пронзил ему ребра, истекли кровь и вода. Это было чудо. Об этом мы поговорим попозже. Что означало с физиологической точки это зрение вода. Наверное, это может быть не вода. Некоторые считают, что это сыворотка была. Но для Иоанна, который не был физиологом, это была кровь и вода. Вот, это очень важно, кстати, с патологоанатомической точки зрения. Это свидетельствует о том, что Христос был мертв. И что очевидно было пронзено, и не просто пронзено, а еще и разрыв, может быть, сердца был. Ну, это к одной из тех теорий о том, что Христос на кресте не умер, а вот он якобы там в какой-то сон впал, а потом... Ну, обо всем этом мы подробно поговорим попозже. Можно ли говорить, что Христос впал в какую-то спячку, а потом проснулся? Об этом нельзя говорить. Эта теория несостоятельна. Вот, и вот кровь и вода свидетельствуют, символизируют два таинства. Таинство тела и крови Христовых причащения, и таинство крещения, где в воде мы возрождаемся в жизнь новую, в жизнь вечную. И Писание говорит, кость его да не сокрушится. Что это за Писание? Это обычай, повеление Господа. В Пасху есть пасхального агнца. Заколать, готовить и есть пасхального агнца. И было такое повеление, что кость его да не сокрушится. То есть не сокрушайте костей того агнца пасхального, которого будете есть в Пасху. Просто так это без вот этой жертвы, без вот этого текста, без знания о том, что произошло на кресте. Это какое-то непонятное повеление. Для иудеев оно, конечно, было непонятно. Почему кость нельзя сокрушать? Что здесь такого? А вот мы теперь понимаем, это был прообраз смерти. Потому что Христа мы называем пасхальным агнцем. И как у агнца не должна была сокрушаться кость, хотя, может быть, кто-то и любил косточки разгрызть, да? Но вот у пасхального агнца кость не должна была быть сокрушена. Потому что это было прообразом того, что произойдет на кресте. У разбойников голени перебили, а у Христа, поскольку его уже обрели на кресте и спустившим дух, голени не стали перебивать. И вот сбылось вот это пророчество, этот прообраз. Ну а с вами был Партерей Кирилл Иванов и канал с попом обо всем. Храни вас всех Господь, дорогие, и всего доброго.